Как можно репетировать пьесу и не услышать атмосферу? Да и любой композитор, он сначала услышит атмосферу, а потом рождаются звуки. Так и Михаил Чехов. Попробовать порепетировать с точки зрения атмосферы. Я бы мог привести примеры последнего спектакля, но это «Звезды на утреннем небе». Но это, так сказать, мой пример, каждый должен иметь свой пример. Потому что, с одной стороны, фестиваль, с одной стороны, Всемирный форум, Олимпийские игры, шум, блеск, красота, весь мир приезжает. А с другой стороны, какая-то группа людей сослана в какой-то страшный, разрушенный барак, в котором когда-то находилась палата психиатрической клиники. Это несоответствие в этом атмосфере праздника и заточения. Вот надо уметь услышать во всём атмосферу, тогда и актёр начнёт двигаться иначе. Тогда и понимать будешь психическую природу, что такое зерно конфликта. Вот эта вот конфликтность этой ситуации.